Уровень аварийности на дорогах Щелковского района обсудили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. За первый квартал 2018 года в ДТП пострадали 35 человек. Это на 10% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Распространенными видами аварии остаются наезды на пешеходов и столкновения. Начальник отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Щелковская Денис Кравченко отметил, что необходимо устранить недостатки в обустройстве пешеходных переходов. «Отсутствует линия горизонтальной дорожной разметки «Зебра» с элементами желтой пигментации, добавлением в краску алмазной крошки. Столочная линия, также необходимы дорожные знаки, пешеходный переход, дейзер. Отсутствует периодное ограждение в необходимых местах». Заместитель главы администрации Щелковского района Евгений Петеримов также подчеркнул, что все мероприятия для обеспечения безопасности пешеходов желательно завершить до начала летних каникул, уделив особое внимание объектам, в которых пройдут ЕГЭ. «Все мероприятия, связанные с безопасным дорожным движением, возле этих объектов, в первую очередь выполнить. А потом и МОЗ «Автодора», я предупреждаю, то же самое. А потом в дальнейшем по остальным образовательным учреждениям». Одной из причин заторов и ДТП на дорогах, по словам представителей ГИБДД, также является состояние дорожного полотна. На встрече главный специалист Матищинского отделения «Мусавтодор» рассказал, как продвигается ремонт нескольких региональных трасс в районе. «Сегодня приступили не с ямочным ремонтом, а сегодня приступили к ремонту автомобильной дороги в городе Щелково, улице Первомайская. Вышли с фрезерованием. 16 числа у нас стартовал строительный сезон. Автомобильной дороги Щелково-Пряново-Мишнево на данный момент выполнен на 50%, уже с выплатой отфрезерован на 100%. Так, на Первомайской предстоит заменить более 8 тысяч квадратных метров асфальта, а на дороге до Мишнево порядка 30 тысяч. Ямочный ремонт в ближайшее время планируют провести на улице Лесной и в Первом советском переулке. Также на встрече обсудили несколько заявлений, поступивших от представителей администрации и жителей различных поселений. В Чекаловском предлагают ограничить въезд грузового транспорта в микрорайон со стороны эстакады. На комиссии отметили, что такая мера действительно востребована. Дело в том, что, во-первых, там дорога узкая, во-вторых, там они все в улице заезжают уже на тротуар. Там надо ставить знак на съезде с Чекаловской эстакады, грузовое движение запрещено, и перевести один знак на пересечение улицы Институтской и Ленин. Там он стоит немножко неудобно, водитель не видит. Всего во время встречи рассмотрели порядка 10 вопросов, касающихся обеспечения безопасности на дорогах различного уровня. Александра Гранич, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».